Ольга Владимировна, здравствуйте. Насколько мне известно, общий российский рейд по взысканию долгов проходит впервые. Вот почему возникла такая необходимость массово, одновременно выйти к должникам? Какую цель преследуете? Здравствуйте. Общий российский рейд в Новый год без долгов действительно проходит впервые в нашей службе. Основная цель мероприятия является установление имущественного положения должников, установление источников получения дохода, транспортного имущества, недвижимого имущества, иного имущества. Также разъяснение неплательщикам последствий неуплаты задолженности в установленный законом срок. Соответственно, что повлечет к принятию мер принудительного исполнения, ну и рейдовые мероприятия, конечно, направленные на сокращение остатка исполнительных производств и погашение задолженности перед взыскателями. Получается, 4 декабря вы впервые вышли к адресатам, это были злостные неплательщики алиментов и должники по заработной плате. Сколько удалось взыскать средств в этот день? Выходы, конечно, у нас в рамках акции общероссийского рейда «Новый год без долгов» совершены впервые, тем не менее у нас проводятся на уровне управления иные акции по данным категориям, в том числе это акции, если это брать алименты, то акции к 1 сентября «Заплати алименты» акции, «Собери ребенка в школу». По задолженности по алиментам взыскано было более 460 тысяч рублей, арест наложен на имущество в рамках 310 тысяч рублей. По заработной плате было взыскано 320 тысяч рублей, арест наложен на сумму более 340 тысяч рублей. Соответственно, по исполнительным документам о взыскании алиментов в отношении 10 должников составлены административные протоколы по статье 535 прим. 1. Это неуплата на содержание несовершеннолетних детей в нарушении решения суда. По 143 исполнительным производствам установлены источники доходов. Задолженность по этим исполнительным производствам составляет более 55 миллионов рублей. Правильно понимаю, что акция продолжается на протяжении всего декабря? Акция продолжается, да, проходит она до конца года. Акция по исполнительным документам о взыскании алиментов будет проводиться до конца месяца, с учетом того, что это категория социально значимая, с учетом того, что у нас скоро наступит Новый год. Тем более у нас в отделе, в службе создан отдел по взысканию алиментов по городу Барнаулу, в котором находится четвертая часть алиментов. Поэтому принято решение о продолжении акции до конца месяца. Следующие акции будут проходить по иным категориям. В числе злостных должников какие еще есть категории? Категории различные, имеющие социальное значение. Это также административное приостановление деятельности, в том числе, которое более актуально у нас становится в преддверии новогодних праздников. Давайте напомним, каким образом человек может узнать, есть у него долг или нет. Да, конечно, о своей задолженности человек может узнать, зайдя на сайт управления федеральной службы, сервис банк данных исполнительных производств. Данный сервис позволяет не только узнать задолженность в отношении себя, но и погасить задолженность на официальном сайте. То есть не выходя, грубо говоря, из дома или ноутбука от компьютера. Ну, как вы думаете, вот подобный общероссийский рейд принесет свои положительные плоды? Наверняка будут результаты. Судя по результатам первой недели, положительные результаты есть. Такие рейды необходимы в службе. В большей степени, конечно, чтобы все должники знали о том, что необходимо гасить задолженность самостоятельно, без помощи судебных приставов. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо.